Около 80 участников боевых действий в Афганистане живут сегодня в Сарове. Большая их часть состоит в Союзе ветеранов Афганистана и Чечни. Члены организации ведут активную просветительскую работу, рассказывают подрастающему поколению о героических страницах нашей истории. Каждый год 15 февраля, в годовщину вывода советских войск из Афганистана, они проводят в школах Сарова патриотические уроки. Мы поняли то, что нужно очень дружно друг к другу относиться, то, что когда-то этому очень может пригодиться, то, что нужно учиться в школе, это тоже может пригодиться, то, что раньше было очень тяжело, и то, что все защищали друг друга. И все воевали, чтобы защитить будущее нашей страны, чтобы все жили в мире. Нам рассказывали, что каждая часть памятника около Вечного огня что-то означает, то, что стена, ее называют плачущей стеной, то, что расколы около самого солдата означают расколы в жизни, это война была. И то, что голубая плитка вокруг самого солдата, это означает то, что слезы от плачущей стены превращаются в воду, а вода означает жизнь. Ветеран Константин Быков охотно поделился с ребятами своими воспоминаниями. Несмотря на то, что трагические моменты тех лет все еще свежи в памяти, он попал в Афганистан 18-летним юношей и срочником. После обучения его на 20 месяцев отправили на войну. Грудь Константина Петровича украшают медали, а на теле есть шрам от осколочного ранения. Я услужил властях специального назначения, и наша задача была ловить и уничтожать караваны с оружием, которые шли из-за границы. В одной из операций, когда у нас было две группы, одна была в горах, а вторая группа, я был в бронегруппе, мы должны, если что-то произойдет, прийти на помощь первой группе. Но получилось так, что мы получили обстрел с центральной кишлака. Появились раненые, и прилетели вертолеты, когда забрали раненых. Я еще не знал, что я получил ранение. Был такое состояние, когда нужна была помощь своим товарищам. Афганская война длилась 10 лет. Советские потери в боевом конфликте составили более 15 тысяч человек. В числе погибших и трое саровчан. Вывод войск из этой страны ознаменовал для Советского Союза окончание афганской войны. Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, на Кубе и других странах. Российские военнослужащие тушили горячие точки в республиках бывшего СССР. Были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии и Южной Осетии. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.